Встреча с Северсталью Встреча с Ахматом казанцам удалось одержать важную победу. Подробнее о прошедшей неделе Рубина смотрите в сюжете Рустама Габасова. Трофей Кубка России оказался не нужен казанскому клубу, иначе объяснить столь безвольную игру с Уралом нельзя. Да, Рубин окончательно не вылетел после поражения в Екатеринбурге, но судьба его дальнейшего участия решилась в матче Локомотива с Ростовом, в котором железнодорожники одержали победу над ростовчанами. Конечно, были заявления, что Кубок страны важен для клуба, но по решению главного тренера Рашида Рахимова оставить основных игроков команды Дмитрия Кабутова, Александра Мартыновича, Игоря Вуйчича, Алексея Грицаенко, Иву и Даку вне заявки на матч, говорит об обратном. Главная ударная сила осталась в Казани. Их тренер решил приберечь для матча с Ахматом. Ну, говоря о Кубке России, нельзя сказать, что Рубин буквально слил этот турнир, но действительно казанцы использовали в матчах на Кубок не самый основной состав, использовали ротацию. Рахимов сам неоднократно говорил о том, что это возможность давать игровую практику тем футболистам, которые в Премьер-лиге ее, собственно говоря, не получают. Ну и если посмотреть на все матчи группового этапа, то там действительно играли не футболисты основы, начиная от вратаря, заканчивая форвардами, которые в Премьер-лиге игрового времени не имели. Главный тренер имеет шанс на такую, имеет возможность для проведения такой ротации. Здесь ничего криминального на самом деле нет, и Рубин в этом смысле не единственный, не последний, не первый клуб в Чемпионате России, который так делает. Ну а то, что казанцы в очередной раз вылетели из Кубка России на стартовой стадии, на самой ранней, это уже, в общем, даже не удивляет. Зато свой шанс получили резервисты, такие как Максим Ширяев, Руслан Безруков и те, кто уже не являются основными игроками команды, Александр Изотов и Джоэль Фамие. Фамие играет совершенно нестабильно, выпускает много моментов и креатива в атаке он не добавляет. Также впервые свой шанс получил вратарь Казанцев Игорь Шамов, хотя кажется, что не о таком дебюте он мечтал. Два пропущенных мяча и вылет с турнира, но к вратарю претензий так таковых нет, ведь в обороне Рубина уже по классике творилась неразбериха. При первом голе защитники после подачи с фланга помешали друг другу, что помогло Бигфалве головой скинуть мяч на партнера, который в свою очередь отправил мяч в сетку ворот. В случае со вторым голом Бивеев с такой легкостью обошел Ширяева, как будто бы его и не было, а дал пас между ног Зотова, а партнер его уже разобрался с голкипером Казанцев. С легкостью нападение Урала расправил с защитой Рубина, а Рахимов уже в своей излюбленной манере говорил о том, что Казанцы пропускают простые мячи. Слишком плохо реагировал на эти моменты, если вы посмотрите, то в принципе длинная подача, проигрываем верховую борьбу, мяч отскакивает, и мы не контролируем игрока, который добивает. Это ошибка. Второй мяч, тем более там на фланге, когда, ну при всем уважении к защитнику Урала, я бы не сказал, что он достаточно силен один в один. Бивеев, когда обыграл нас на фланге нашего игрока. Это слишком просто, когда просто так обыгрывает и проходит штрафную, делает передачу. И там не было ничего, можно было выбивать мяч, но мы, к сожалению, не сделали этого. Так заканчивается путь Рубина в Кубке России. Теперь будем ждать того, что все силы команды будут брошены на РПЛ. Как мы уже говорили, основная сила Казанцев получила отдых перед важным матчем с Ахматом, поэтому ожидания от этой игры были высоки. И Рубин, хоть и не ярко, но не подвел. Активно начали игру гостя и не сбавляли темп игры. Также лучше стали чувствовать себя новички команды. Были моменты у Чумича и Ранжеловича, но реализовать их не удалось. Однако Чумич одним из моментов все-таки воспользовался и открыл счет в матче. Во втором тайме отличился Мерлинда Даку, но уже по традиции мяч был отменен из-за положения вне игры. Также хочется отметить, что в обороне казанцы стали играть куда грамотнее. Видно, что Рахимов пытается экспериментировать с защитной линией, что дает положительный результат. Ну а говоря о матче, прошедшем в чемпионате России с Ахматом, тут есть такие очень хорошие пересечения с встречей гостевой с факелом. Также закончилась игра минимальной победы для казанцев. Опять-таки это был матч без какого-то огромного количества опасных моментов, который Рубин создал. Но воспользовались единственным шансом и отстояли нолику своих ворот, что Рубину удается в этом сезоне крайне-крайне редко. И на самом деле этот результат в Грозном удивителен во многом. Но то, что казанцы играют так на выезде, это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, чтобы победы были в матчах домашних. Этого болельщики от команды Рахимова ждут. И поэтому накапливается, несмотря на вот эти победы на выезде, напряжение. Потому что, приходя на трибуны здесь, на Акбарс-арене, фанаты Рубина хотят видеть победы команд. Но это все не происходит и не происходит. В том числе и руководство, ведь воочию, наблюдая за этими матчами, не видит побед. Да, через неделю Рубин может обыграть факел на выезде. Но когда ты дома не побеждаешь, и когда твой босс приехал смотреть за игрой с VIP-трибун, это, конечно, гораздо больший уровень ответственности. Поэтому хочется видеть от Рубина побед, в первую очередь, домашних. Что с учетом нынешнего календаря не всегда будет, конечно, просто сделать. С другой стороны, хорошая тенденция, которая наметилась. Рахимов, наконец, начал делать ротацию центральных защитников. И если мы говорили в начале сезона о большом количестве ошибок, затем мы говорили о том, что много появилось центральных защитников, но большая часть из них просто физически еще не готова, у них не те кондиции и не та форма, то теперь ротация, наконец, началась не только в Кубке, но и в чемпионате. Егор Тесленко вышел. Я считаю, что вполне хорошо он выглядит, и потенциал есть у этого парня очень большой. Поэтому, может быть, где-то даже лучше давать ошибаться молодому Тесленко, чем выпускать футболистов, ну, явно уже на излете своих спортивных лет. И в будущем это просто даст большие плоды. Ошибаются ведь с примерно одинаковой периодичностью и те, и другие. Но победа есть победа. Этому болельщикам Рубина определенно стоит порадоваться. Ждем, повторюсь, от казанцев побед еще и в матчах на Акбарс-арене, в матчах домашних. Однако это хоть и минимальная, но нужная победа для казанцев. Благодаря ней Рубин поднимается на десятую строчку в РПЛ. 5 октября состоялся второй тур студенческой футбольной лиги между сборными Казанского федерального университета и Казанского государственного энергетического университета. Обе команды начали сезон с поражения, отчего и у федералов, и у энергетиков было большое желание победить и не остаться внизу турнирной таблицы. О том, как прошла игра, расскажет Алина Чупрова. Затянутое начало и стремительная развязка. Так прошел второй тур студенческой футбольной лиги Республики Татарстан, в котором столкнулись Казанский федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет. В прошлом сезоне КФУ одержал победу над КГУ в третьем туре. Однако в битве за третье и четвертое место соперники их переиграли. Обе команды проиграли на старте СФЛ, поэтому и федералы, и энергетики были заряжены на победу. В первом тайме Энергоуниверситет прижал КФУ к воротам. Они активно атаковали и успели создать много голевых моментов, но эти попытки не увенчались успехом. Роман Шарипов, вратарь федералов, отлично справлялся со своей задачей. Несколько раз он выручил свою команду в тяжелейших эпизодах. Тайм был богат на интересные комбинации, однако ни одного гола так мы и не увидели. Во втором тайме обе команды проводили хорошие атаки, но отличиться никому не удавалось. В перерыве тренер федерального университета провел несколько замен, и одна из них сработала. На 43-й минуте Дмитрий Таябин после подачи в штрафную площадь открывает счет в матче, но ликовать долго не пришлось. Спустя всего 7 минут футболист «Энерго» Артур Хасанов наносит точный удар по воротам КФУ и сравнивает счет. После пропущенного мяча юлбарцы совершенно ни к чему начинают фалить и получать желтые карточки, что сыграло с ними в злую шутку. Эмиль Анисимов получает второе предупреждение за срыв перспективной атаки и удаляется с матча. Это сыграло на руку энергетикам. Инициатива матча перешла на их сторону, и Артур Хасанов на последней минуте матча оформляет дубль и приносит победу КГУ. Со счетом 1-2 КФУ второй раз терпит поражение, однако ожидания от следующих матчей позитивные. Игроки уверены, что команде помешала несыгранность новоприбывшими футболистами и ненужное удаление. Но виден класс игроков, который поможет в следующих играх. Алина Чупрова, Эмилия Хамитова, Неделя спорта. Продолжаем говорить о студенческой футбольной лиге. 10 октября сборная КФУ провела свой третий матч в нынешнем розыгрыше лиги в соперниках Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Увы, юлбарсы терпят третье поражение подряд. Университет спорта одержал победу со счетом 3-0. Подробнее о проблемах сборной КФУ по футболу мы расскажем в следующем выпуске нашей программы. Крупное поражение от Северстали. Драматичный матч с авангардом и победа над адмиралом в гостях. Акбарс постепенно начинает набирать свою форму. Но проблемы, которые присутствовали на старте, есть и сейчас. Как казанцы исправляют ошибки по ходу сезона и как обстоят дела с вратарским вопросом у команды смотрите далее в сюжете. После игры с Амуром, в которой казанцы обыграли своих соперников со счетом 5-1, опасения по поводу дальнейших игр все-таки присутствовали. Ведь Амур не такой серьезный соперник. Следующий матч был с Северсталию и тут произошла трагедия. Череповчане катком прошлись по команде Зинутулы Хайдаровича. Не получалось ровным счетом ничего. Оборона рассыпалась от натиска Северстали, а атака ушла в спячку. Уже в первые 5 минут гости вели 2-0. Во втором периоде в ворота зеленых залетела уже третья шайба. Первый гол у казанцев забил 21-летний нападающий Семен Терехов. Эта шайба стала для него первой в КХЛ. В концовке матча Акбар сыграл без вратаря, с шестью полевыми игроками, но это лишь сыграло на руку череповчанам, которые закатили шайбу в пустые ворота. 1-4 Акбар с проигрыв трех матчах из четырех. Необходимо было реабилитироваться в матче с омским авангардом. Если в предыдущем матче была трагедия, то игра с авангардом получилась настоящим триллером. Казанцы были в роль догоняющих вплоть до третьего периода, в котором все и переломилось. А помог в этом Александр Радулов. Да, капитан наконец-то проснулся и отрабатывал в этом матче по полной программе. Гол и голевая передача в основное время и победная шайба в овертайме. Радулов тянул команду на себе, как настоящий лидер. Но все также актуален вопрос о проблемах в обороне Акбарса, что признает и сам главный тренер Билли Леддинов. Также висит вратарский вопрос. Охтямов выглядит на данный момент неуверенно, но его обвинить во всех пропущенных шайбах нельзя. Скоро Белялов вернется в строй, и поэтому контрольная проверка голокипера будет в дальневосточном турне. В игре с Адмиралом Казанцем одержали дежурную победу 2-1. Главным героем матча стал как раз Ахтямов. Молодой вратарь был близок к своему первому сухому матчу, но главное для голокипера это, конечно же, сейвы. Их, может, было и немного, но зато какие. Лучшее спасение матча пришлось на второй период. Ахтямов в широчайшем шпагате переместился с середины ворот в угол и успел сыграть ловушкой. Игра Ахтямова была достойна игрока уровня основы. Можно ожидать, что конкуренция за место в воротах у Казанцев увеличится, а это положительность карса на дальнейшей игре команды. Мы дождались. Кубок Казанского федерального университета 2023 года официально начался. Всего в турнире принимают участие 18 команд, а победитель, как всегда, будет один. По итогам жеребьевки право открывать турнир представилось командам «Набережно Челнинскому институту», чемпиону Кубка 2019 года и дебютанту турнира «Институту дизайна и пространственных искусств». Фаворитом в этом матче были Челны. Они играли весь матч первым номером, постоянно держа в напряжении соперников. Дизайнерам тяжело удавалось выйти из-под прессинга челнинцев. Результат получился закономерный. 17-2. Челнинская сборная обыгрывает своих соперников и проходит дальше, в 1-8 финала. А вот новички Кубка и Дипи вылетают с турнира. В следующем матче игрового дня встретились команды Химического института и Института психологии и образования. В первые минуты обе команды осторожничали, присматриваясь друг к другу. Игра шла вровень на протяжении всего первого тайма. Однако первое результативное действие осталось за химиками. Точным ударом футболист Химфака открыл счет в матче. Однако счастье продлилось недолго, и ИПО быстро сравнял. Первый тайм закончился со счетом 1-1. Если первый отрезок игры шел ровно и размеренно, то во втором обе команды принялись активно атаковать. За первую минуту второго тайма команды забили столько голов, сколько и в первом. Но это было еще не все. При счете 2-2 футболисты ИПО забивают третий мяч в матче. А спустя небольшое количество времени в ворота Химического института залетает четвертый мяч. Однако химикам удалось сократить отставание до одного гола. Но после очередного взятия ворот психологами Химфак будто бросил играть. Следом же в ворота залетает шестой и седьмой мячи, а под конец матча счет становится 9-3 в пользу ИПО. Институт психологии и образования обыгрывает своих соперников и отправляется дальше. А вот Химический институт попытает счастье уже в следующем году. Сегодня турнир продолжается, и мы увидим сразу два матча в одной восьмой финала. В 19.00 встречаются сборные института математики и механики против институтов физики. А следом сборная института вычислительной математики и информационных технологий разыграет путевку в четвертьфинал матчем против сборной института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Начало в 20.00. Все игры можно будет увидеть в прямом эфире в нашей группе во Вконтакте. На сегодня все. Это была неделя спорта. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!